Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Меня зовут Рик Реннер. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу. Мы говорим о том, как преодолеть трудности, и разбираем первую главу послания Иакова. Я искренне верю и молюсь о том, чтобы сегодня вы узнали что-то новое из Божьего Слова. Давайте обратимся к первой главе послания Иакова, и начнем с 17 стиха, но вначале краткий обзор пройденного материала. Иаков обращается к двенадцатиколенам Израилевым, а главным образом — к верующим иудеям, которые в результате гонений оказались рассеяны по всей восточной территории Римской империи. Вот кому действительно трудно. И теперь они забрасывают Иакова письмами, в которых они спрашивают у него, «Иаков, возможно ли, что Бог допустил всем этим несчастьем прийти в нашу жизнь, чтобы испытать нас?» В 13 стихе Иаков отвечает им и говорит, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Как мы уже знаем, Иакову пришлось буквально повысить на них голос, когда он это говорил. По-гречески это выражение, означающее запрет, равносильно тому, чтобы сказать, «Я все слышу, и мне это не нравится. Прекратите сейчас же. В искушении никто не говори». А что они такого сказали? «В искушении никто не говори». Здесь слово «искушение» — это греческое слово «перадзо», которое применялось в Новом Завете и особенно в Евангелиях для описания того, как действует дьявол, когда он пытается кого-то искушать или разрушить, как ведет себя искуситель, пытаясь склонить кого-либо к греху. А также в Евангелиях это слово часто используется для описания того, как вели себя фарисеи и саддукеи, когда они искушали или испытывали Иисуса. В их действиях всегда прослеживался злой умысел. Это греческое слово «перадзо», которое также используется в этом стихе. Это не то испытание, которое призвано нам помочь, а то, которое послано нам, чтобы нас сломать, а то и вовсе уничтожить. Это методы искусителя или дьявола. Вот как это слово «перадзо», которое с греческого переводится как «искушение» или «искушать», главным образом используется в Новом Завете. Так вот, Иаков пишет, «В искушении никто не говори. Когда кто-то причиняет вам боль и делает все, чтобы вы оступились, чтобы вас сломать, не говорите, что ваше искушение от Бога». Слово «от» — это греческое слово «апо», которое указывает на то, что Бог, хоть и косвенно, но все-таки в этом участвует. В данном контексте это очень важно. Это значит, что верующие не говорили, что Бог лично, своими собственными руками, послал нам все эти несчастья. Они этого не говорили. Но мы знаем, что они хотели сказать, употребив греческое слово «апо», означающее «делать что-то издалека, на расстоянии, косвенно или удаленно». Это можно перефразировать как «Мы знаем, что Бог не Сам причинил нам все это зло, но ведь Он же Бог, и если бы Он хотел это остановить, у Него достаточно сил, чтобы это сделать». А поскольку Он этого не сделал, видимо, Бог почему-то косвенно, «апо», издалека, непрямо допустил всем этим несчастьем прийти в нашу жизнь. И вместо того, чтобы противостоять этому злу, они выкинули белый флаг и взмолились. «Помоги нам смиренно принять все эти испытания». И Иаков говорит, «Как вы можете говорить, что Бог посылает несчастье в вашу жизнь? Не говорите так». Он дает им мудрый совет. Прекратите. Не говорите так больше. Вы не правы. Прекратите так говорить. На греческом это категорический запрет. И чтобы, когда к вам подступает искушение, и когда все рушится, никто из вас не говорил бы, что он сокрушен, потому что такова допускающая воля Божья. Это религиозное мышление, которое тут же капитулирует и безропотно принимает все происходящее. Но это проще всего. Гораздо сложнее противостать злу. Для того, чтобы вы могли противостать злу, взять, например, болезнь. Чтобы противостать болезни, вы должны быть тверды, последовательны, вы должны задействовать свою веру, иметь взаимоотношения с Богом, пребывать в слове, чтобы вы могли решительно и последовательно противостоять болезни. Гораздо легче сказать, «Что ж, может быть такова Божья воля?» И опустить руки. Несмотря на раздружительные последствия, нам намного легче смириться с этим и принять все как данность, чем противостоять. Противостояние потребует от нас значительных усилий. Но Иаков говорит, «Противостойте этому, это не от Бога». Кстати, в 13 стихе он продолжает и говорит, «Потому что Бог не скушается злом и Сам не скушает никого». Бог не посылает человеку зло. Возникает вопрос, который я задавал в прошлый раз. «А что же тогда Бог нам посылает?» Что Бог нам посылает? И Иаков, как и подобает доброму пастырю, отвечает на этот вопрос. Это в Иакова 1, 17. Мы вкратце коснулись этого в прошлый раз, а сегодня поговорим об этом более подробно. В 17 стихе Иаков говорит, «Если вы действительно хотите знать, что приходит от Бога, вот вам мой ответ». И дальше. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и не тени перемены». И первое, о чем Иаков здесь упоминает, это «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный». В английской Библии слово «дар» используется в единственном числе. Будто бы это что-то, что Бог делает изредка, по большим праздникам, при особенных обстоятельствах. Но это не так. Потому что на греческом это слово «доусос», означающее нечто привычное, что-то, что характерно для Бога. Это Его особенность, Его привычный распорядок, что-то, что Он делает всегда. И по правде говоря, здесь больше подходит не дар, а даяние. «Всякое доброе даяние». Оно описывает поведение, характерное для Бога. Когда Бог что-то даёт, Он делает это всегда, постоянно, всё время. А что конкретно Он даёт? Здесь сказано «всякое даяние доброе». «Всякое даяние доброе». Это дословный перевод. Где слово «доброе» — это слово «агофас», которое очень широко применялось в тексте Нового Завета, и которое описывает что-то, что приносит вам пользу или выгоду. То есть, когда Бог что-то даёт, Он никогда не даёт чего-то, что обеднит вашу жизнь, что-то, что может вам навредить. Но когда Бог даёт, Он всегда даёт то, что пойдёт вам на пользу, что принесёт выгоду или улучшит качество и уровень вашей жизни. Что-то хорошее и выгодное. Таково Божье намерение для вашей жизни. Это Бога. А чтобы окончательно убедиться, что мы это поняли, Иаков добавляет следующую фразу. «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный». Где слово «совершенный» — это греческое слово «телос», которое описывает всё то, что совершенствует человека, делает его целостным, помогает достичь зрелости. То, что делает вас целостным, зрелым. То, что вас совершенствует. То есть это можно перевести так, «всякое даяние доброе» и всё то, что делает вас зрелым, целостным и помогает вам стать лучше. То есть, если Бог посылает что-то в нашу жизнь, то это делает нас целостными, помогает нам стать лучше и делает нас зрелыми. Возможно, всё это выглядит слишком просто, но это действительно так просто. А в качестве примера давайте возьмём рак. Если у кого-то обнаружили рак, к чему это приводит? Во-первых, хорошо ли это? Это выгодно? Полезно? Нет, это деструктивно, а значит, тест не пройден. Во-вторых, можно ли сказать, что рак дополняет вашу жизнь, помогая вам стать лучше и улучшая качество вашей жизни? Нет, а значит, тест не пройден. Он крадёт ваше время, отвлекает внимание, занимает ваши мысли, вызывает беспокойство, крадёт ваши деньги, он забирает у вас всё, он обкрадывает вас, а значит, не проходит тест. Возможно, всё это выглядит слишком просто, но у Бога и правда всё настолько просто. И в этих стихах Бог говорит нам, смотрите на это проще, это обогащает вашу жизнь или это наносит вам ущерб? Если это от Бога, то для вас это хорошо, это приносит вам пользу и делает вашу жизнь лучше, делая её полноценной. Это то, что Бог нам посылает. После чего Иаков продолжает и говорит, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше». Он использует сравнение и проводит параллель с тем, что приходит снизу, где находится другой источник. Снизу, где действует система этого мира, где действует проклятие и где работает дьявол, снизу приходит разрушение, «А всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше по сравнению с тем, что приходит снизу». После чего Иаков говорит такие замечательные слова. «Не сходит свыше от Отца Света, у Которого нет изменения и не тени перемены». Где «не сходит» — это греческое слово «катабайно», где «ката» описывает что-то, что обрушивается на вас с такой силой, что подчиняет себе, доминирует или превозмогает. А слово «байно» употребляется в значении «шагать» или «ступать». Вместе слово «катабайно» описывает что-то, что обрушивается на вас с такой силой, с такой интенсивностью, что стоит этому появиться, как оно доминирует, подчиняет себе, превозмогает. И, кстати, в классической греческой литературе есть примеры, когда слово «катабайно» — «обрушится», применялось для описания эффекта проливного дождя, ливня. Вы знаете, каково это — попасть под ливень? Если вы попали под проливной дождь, можно сказать, что он, Ката, доминирует, подчиняет вас себе, превозмогает. Если вы попали под дождь, вы ничего не можете сделать. А дождь все льет и льет, заставляя вас корректировать свои планы. И это именно то слово, которое Иаков использует в этом отрывке, чтобы показать нам все то множество добрых и совершенных даров, которые Бог нам посылает, когда благословения дождем изливаются в нашу жизнь. Слава Богу! Вы скажете, секундочку, но если Бог и правда повсюду изливает свои добрые и совершенные дары, если это правда, то почему все они минуют меня? Во-первых, вам придется поверить, что благословения уже приходят в вашу жизнь. А если вы спрятали голову в песок, потупили взор, если у вас депрессия, и вы чувствуете себя побежденным, и думаете, что Бог несет ответственность за ваши проблемы, то, скорее всего, вы смотрите не в ту сторону. Вы должны поднять свои глаза в небо, чтобы увидеть, что Бог вам посылает. Мне нравится то, как это описано во второй главе Евреям. Там сказано, что мы должны быть особенно внимательны с тем, что мы слышим, чтобы не дать этому ускользнуть от нас, пройти мимо нас. Представьте себе, что Бог играет с вами в мячик. И Бог кидает добрые и драгоценные обетования в нашу сторону. Он посылает нам бесчетное количество благословений и обетований, и Он ждет кого-то, кто протянет к нему руки и скажет, «Я возьму это, а еще вот то и это, и вон то». А если мы их не берем, то они проходят мимо нас. Бог может усыпать вас благословениями, но если ваш разум не готов принять тот факт, что Бог желает благословить нас, вы можете быть усыпаны подарками, сами того не понимая. Иаков пишет, «Всякий добрый и совершенный дар, подобно обильному проливному дождю, нисходит свыше от Отца Светов». Он опять прибегает к сравнению и сравнивает то, что нисходит от Отца Светов, по сравнению с тем, что приходит от Отца Тьмы. От Отца Светов, у которого нет изменения и не тени перемены. Где выражение «у которого» по-гречески «парун», где «ун» значит «его». А слово «пар» — это производное от пара и означает «вблизи или рядом». Это выражение несет к себе идею того, что если бы вы могли оказаться в непосредственной близости от Бога, если бы вы могли смотреться в Его лицо, посмотреть в Его глаза, и как следует рассмотреть, исследовать, изучить и тщательно проанализировать Бога, если бы вы могли подойти к Нему поближе и хорошенько все рассмотреть, вы бы убедились, что в вопросе того, что Бог никогда не дает, а также того, что Бог всегда дает, «по-прежнему нет изменения и не тени перемены». «Тени перемены» — это греческое выражение, описывающее работу солнечных часов. Многие из вас наверняка видели солнечные часы и знают, как они устроены. Тени на солнечных часах постоянно перемещаются, в зависимости от положения солнца относительно Земли. И в то время, как Земля вращается и положение солнца изменяется, тени на солнечных часах тоже двигаются по всей площади часов. Каждый раз, когда вы на них смотрите, тени перемещаются с места на место, потому что положение солнца и Земли изменилось. Их положение постоянно меняется, что приводит к постоянному движению теней. И Иаков говорит, в вопросе того, что Бог даёт, а что Он никогда не даёт, Божья позиция остаётся всегда неизменной. Парун, что значит «рядом». Если бы вы могли оказаться в непосредственной близости от Бога, смотреться в Него и детально Его изучить, то вы бы поняли, что по этому вопросу в Нём нет ни малейшего намёка на изменения и ни тени перемены. В этом вопросе Божья позиция остаётся неизменной. Вот так. Это очень важно. Это значит, что когда случается несчастье, вам незачем останавливаться и спрашивать, «Ммм, интересно, от Бога ли это на этот раз?» И в следующий раз, когда приходят трудности, и вы вновь задаётесь вопросом, «От Бога это или от дьявола?» А может, это Божья воля? Всякий раз, когда приходит что-то плохое, вам незачем останавливаться и пытаться понять, была ли это допускающая Божья воля или это Божья воля, а может быть нет. У вас даже вопроса такого быть не должно. Тем самым, вы сэкономите уйму времени, потому что по этому вопросу Божья позиция никогда не изменится. Никогда. Бог хочет дать вам свои дары. Он хочет сделать вашу жизнь лучше и усыпать вас благословениями. Таково Божье намерение. Всегда. Всегда. А теперь послушайте следующий стих. В послании Иакова 1, 18, Иаков продолжает и говорит, «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Когда в начале 18 стиха Он говорит «восхотев» или «по собственной воле», здесь используется греческое слово «буламай», что значит «держать совет». Но в данном случае имеется в виду именно Божий совет. Будто бы сам Бог просит совета. А с кем Он будет советоваться? Самим собой. Бог совещается с самим собой и решает, что Ему следует сделать. В этом стихе Иаков пишет, что Бог собрал совещание и пришел к выводу. Он посоветовался с самим собой и принял решение. Он решил, как Ему следует поступить с людьми, которые рождены свыше. Как быть с церковью, которая представляет собой новое творение, новый вид? По собственной воле. Просто потому, что Ему так захотелось. Он пришел к выводу, и по собственной воле родил Он нас. Мы были рождены свыше. Рождены свыше словом истины. Какое такое слово «истина»? Это должно быть истолковано в контексте. Здесь имеется в виду слово «истина», которое мы прочли в 17 стихе. «Каждый благой и совершенный дар не сходит свыше». По собственной воле, просто потому, что Ему так захотелось, Он так решил. Бог принял решение, что мы будем рождены свыше, буквально зачаты этим удивительным словом истины. 17 стих. Бог делает нам добро. Он желает нам только добра. Бог решил, что никогда не пошлет в нашу жизнь что-либо, что может причинить нам зло или навредить. И это то слово, посредством которого мы были рождены, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. В 18 стихе мы узнали, что когда Бог создавал церковь, когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, и церковь родилась в силе, Бог пожелал создать новый сорт людей, тех, на ком стоит печать Божьей доброты. Людей, не тронутых тьмой, людей, не оскверненных злом, болезнями и никакими проклятиями этого мира. Бог отделил для Себя людей, которые должны были стать начатком людьми нового сорта. Вот о чем здесь говорится. Кто-то может сказать, что Он рожден свыше, но о такой жизни может только мечтать. Да, со мной происходит что-то хорошее, но и плохое также случается. Это не значит, что такова Божья воля. Бог не хочет, чтобы с нами случались горести и несчастья. Бог желает, чтобы вы жили в Слове, двигались в Духе, поступая по Духу, и удалялись от того растления, которое происходит в этом мире, от того разложения и разврата, который царит в этом мире. И если бы мы жили в Слове, поступая по Духу и живя в послушании Слову, то мы бы сломали существующую систему. Не об этом ли и говорится в 5 главе 1 Иоанна, что мы имеем веру, которая победила мир? Я бы сказал, что мы имеем веру, которая превзошла систему. Это не значит, что проклятие не существует или что дьявола не существует. Но с верой мы побеждаем все то, что в этом мире. Итак, те верующие, кому было адресовано послание Иакова, высказали предположение, что, может быть, Бог за всем этим стоит. И, может быть, это Бог по своей допускающей воле косвенно позволил этому случиться. Вот что я вам скажу. Если в своих проблемах вы усматриваете Божью руку, это не способствует установлению доверительных взаимоотношений с Богом. А через некоторое время вы затаите обиду на Бога. Это не поможет вам возрастать в своих отношениях с Богом, но приведет к тому, что вы начнете неправильно мыслить, неправильно говорить и неправильно верить, и встанете на скользкий путь скептицизма и горечи. Это путь, ведущий к поражению. Вот почему в 19 стихе Иаков продолжает и говорит. Итак, в этой связи, в свете того, что Бог дает нам свои добрые и совершенные дары, которые изливаются на нас со всех сторон, в свете того факта, что мы получили новое рождение и чудесное обетование, Бог вознамерился создать новый сорт людей, живущих в Его благости, тех, кто познал лишь Его доброту, и чья жизнь не затронута тьмой. В свете всего этого по этой причине. 19 стих. «Братья мои возлюбленные, мне так нравится, как Он к ним обращается. Он их не бронит, не попрекает, но прижимает к самому сердцу. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек добудет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Говоря «скор на слышание», он использует греческое слово «такус», означающее «бежать со всех ног». «Всякий человек добудет скор на слышание». А что именно я должен услышать? Услышать истину, содержащуюся в 17 стихе. Не слушай то, что говорит тебе твой разум. Не слушай все эти ложные умозаключения о Боге. Но постарайся услышать. «Всякий человек добудет скор на слышание». Услышать что? 17 стих. «Всякий добрый и совершенный дар не сходит свыше». Если нужно, повторяйте это снова и снова. Всякий раз, когда вас так и тянет обвинить Бога, спешно обращайтесь к этому стиху. Бегите со всех ног. Прибегайте к истине. «Всякий человек добудет скор на слышание». И далее он говорит. «Медлен на слова, медлен на гнев». В обоих случаях слово «медлен» — это греческое слово «брадеус». Простите, если это покажется вам некорректным, но слово «брадеус» означает «заторможенного, где-то даже умственно отсталого человека». Если вы попытаетесь поддержать разговор с таким человеком, вы заметите, что у него очень низкий темп речи. У них замедленная речь. Это именно то слово, которое здесь используется. И Иаков говорит. Когда вы начинаете говорить, лучше вам быть несколько заторможенным, замедленным в своей речи. Вместо того, чтобы говорить все, что пришло в голову, он велит закрыть рот и учиться слушать. «Всякий человек добудет скор на слышание и медлен на слова». А в заключении он говорит «и медлен на гнев». Где слово «гнев» — это греческое слово, которое описывает нечто бесформенное, поврежденное. Если вы не следите за языком и говорите все, что приходит в голову, ваши уста и негативный настрой начнут вами управлять и навязывать вам то, во что вы будете верить, определяя ваши убеждения, формируя ваши отношения. И в итоге это негативно отразится на ваших отношениях с Богом и с окружающими. Итак, Иаков в первой главе своего послания сообщает нам о том, что никогда не приходит от Бога, как и то, что всегда приходит от Бога. А нам, как новому творению, надлежит строить свою жизнь на основании этой истины. Да. Я думаю, что это было полезно. Спасибо, что вы были с нами. Если у вас есть молитвенные нужды, мы с радостью помолимся за вас. Мы верим в силу молитвы. А если мы говорим, что будем молиться, значит, мы действительно будем молиться за вас. В заключении, позвольте вам напомнить слова Эклисиаста, 8, 4, где сказано, «Где Слово Царя, там власть». И пусть Божье Слово высвободит свою силу в вашу жизнь сегодня. До новых встреч! У меня есть электронная книга «Если вас преследуют неудачи». Время от времени мы все сталкиваемся с трудностями. Они неотъемлемая часть жизни. Это вовсе не означает, что вы делаете что-то неправильное. Наоборот, это может означать, что вы делаете что-то правильное, и поэтому дьявол преследует вас. Что вам делать, когда у вас появились трудности? Какой шаг вам следует предпринять, чтобы пережить это трудное время? В своей книге я излагаю все это для вас. Эта книга станет для вас благословением. К тому же она бесплатная. Чтобы получить ее, вам нужно лишь зайти на сайт ignc.org и скачать ее, и она тут же появится на вашем устройстве. Так что заходите туда прямо сейчас, скачивайте. Я верю, в этой книге вы найдете ответы для себя. Меня зовут Джол Реннер. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка служения «Благая весть онлайн» оказывает влияние на тысячи жизней. По всему миру люди стали жить дольше, и многие люди преклонного возраста остаются в полном одиночестве без всякой надежды. Быть забытым всеми просто ужасно. Никто не должен умирать в одиночестве. Но благодаря вашей финансовой поддержке у нас есть возможность помочь этим драгоценным людям. Пожертвования наших партнеров дают им надежду на новую жизнь и чувство сопричастности. Каждую неделю мы устраиваем концерты для людей преклонного возраста, а после концерта мы приглашаем их на изучение Библии, где рассказываем им о Христе. Благодаря таким мероприятиям тысячи людей на закате своей жизни приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И сегодня, если вы еще не являетесь нашим партнером, мы предлагаем вам стать им. С вашей поддержкой мы сможем повлиять на жизнь и еще многих других людей. Никто не должен умирать в одиночестве. Но что более важно, человек не должен умереть, не получив возможность узнать о Христе. Прямо сейчас, находясь у себя дома, вы можете стать нашим партнером и принять участие в судьбе этих людей. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт igc.org. Помогая нам, вы помогаете другим. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт igc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях.